Утром сегодня экстренная новость была, да, обрушился дом. Мы продолжаем эту тему, обещали вам вечером рассказать подробность. Так вот, срочно эвакуированы жители дома по улице Зои Космодемьянской. Сегодня утром, еще раз напомню, обрушилась одна из несущих опор здания. К счастью, никто из жителей не пострадал. Хабаровчане еще накануне вечером заметили опасные трещины и покинули свои квартиры. Все подробности у нашего корреспондента Антона Примачева. Дом 50-х годов постройки. Здесь два этажа, один подъезд. До сих пор проживало 16 семей. Это 33 человека. Сейчас на место событий срочно приехал мэр города Сергей Кравчук. Он общается с жителями. У всех главный вопрос, где же они сегодня будут ночевать. Мэр дает поручение своим заместителям организовать охрану здания, как можно скорее провести опись имущества, обеспечить пострадавших всем необходимым продуктовыми наборами, постельным бельем. Признать дом аварийным и обрушить конструкцию. Это после обследования его и обязательно комиссионно. Это все сделать в течение двух-трех дней. То есть работать 24 часа в сутки. Эти кадры очевидцы происшествия сделали сегодня утром. В подвальном помещении, где раньше находилась котельная, обрушилась одна из опор. Осыпалась кирпичная кладка стены, прогнулся потолок, просели полы. Городская межведомственная комиссия дважды признавала здание аварийным в 2017 и 2018 годах. Однако жители не собирались покидать насиженные места и обжаловали решение в суде. Их позиция не переселяться в маневренный фонд и сейчас осталась неизменной. Поверьте, мы ездили в том году, нам предлагали, мы туда ездили, администрация города Хабаровска судилась с нами, что мы в принудительном порядке нас хотели выселить. Вы лично пойдете туда жить? Нет, потому что там ужасное состояние. Как понять ужасное? Да, потому что там бичи, наркоманы, там пробиты окна, пробиты двери. Сергей Кравчук отправился осмотреть маневренный фонд. Администратор дома объясняет, предоставить временное жилье здесь готовы всем пострадавшим. Это комната на четыре человека. На семью? На семью. Здесь люди жили, съехали, получили квартиру. Семья Надежды Ливанчен переехала в маневренный фонд из барака, который находился в районе Хабаровс-2, а не Погорельцы. В отличие от тех, кто сегодня остался без жилья, женщина и ее соседи не считают, что здесь неприемлемые для жизни условия. Там у нас ужасные условия, у нас там бараки, жить там невозможно, там нету ни удобств, ничего вообще абсолютно. Пострадавших с улицы Зои Космодемьянской приглашали заселяться в маневренный фонд еще вчера, как только появилась опасная трещина. Хабаровчане сказали, что опасаются, если переедут в маневренный фонд, останутся здесь навсегда. Администратор дома убеждена, временное жилье далеко не всегда остается постоянным. Примеры у нее есть. Заселили сюда подтопленцев. Они прожили у нас с апреля по сентябрь, в сентябре им предоставили жилье, они все выехали. Потом начали уже заселять обрушенцев, погорельцев, предоставлять жилье. Ну вот они, кто-то получает квартиры, выселяется. В доме маневренного фонда есть не только теплые туалеты душной, электроплиты, автоматические стиральные машины, установлены камеры наружного наблюдения. Во дворе есть детская площадка. Тем временем пострадавшие продолжают дежурить возле своих квартир. Они ожидают приезда специальной комиссии, которая ответит на вопрос, как, а главное, когда им можно будет забрать свое имущество. У многих остались нетронутыми телевизор, холодильник, шкафы. И, кстати, они еще до сих пор не решили, где проведут эту предстоящую ночь. У друзей, родственников или все-таки в маневренном фонде. Антон Примачев, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. Непонимание между жителями эвакуированного дома и городской администрации возникло из-за того, что хабаровчане хотят, чтобы их переселили не в маневренный фонд, а в полноценные квартиры. Об этом, кстати, мечтают и жители всех бараков. Однако в одной части город не в состоянии переселить всех в новостройки. И подробнее к этой теме сегодня мы снова вернемся.